Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1065, номер. Второзаконие, 25, 17. Помни, как поступил с тобою, Амалик, на пути, когда вышли из Египта. Двоеточие. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой даёт тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. Ну, как изгладь, всех уничтожь, и младенцев. Всё должно быть у него уничтожено. Это я напишу для недругов, которые за мной гоняются, узнают, кто у меня в друзьях, и начинают тогда их ломить. Они не знают, что ждёт их. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Всё это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфян 10, 6, 11. Я теперь даже указываю только или имя, чтобы для самого не забыть ещё букву одну какую-то, или вообще вопросы. Невозможно. То есть осатанелаясь. А почему? Называя себя верующими. Обезумели. Свои прихоти ставят, как будто никогда смерти не будет. Но ты ведь умрёшь, и ничего нет. Вот посмотришь, сидит Сталин в кругу генералов, полное, и ни одного нет, нигде нету. И вот там где-то у Гитлера кто-то, ни одного нигде нету. Вот они воюют, там падают, кто-то герой. И самый долгожитель, самый продуктивный, там немец показывает, подводной лодки, командир её. 105 лет прожил. Тоже умер, никого нету. Ни одного. А уже кто революцию делал, да вообще ни одного нету. А теперь вечно снаступил царь, царская семья, так и так умерли бы уже. А они, мученики теперь. И наше объявление, которое можно дать и другим. В нашей Барнаульской-Крестово-Звиженской общине в возрасте 42 лет умерла Дробот Анастасия Валерьевна. Остались четверо детей. И нафа родилась когда Иван и Просиния Нестор. Муж глухонемой Андрей. Вот теперь отпевание и продав последний земной путь Анастасии Дробот, сестры нашей. Поминки. И люди стали говорить, что объявление дайте, кто-то будет для детей. И вот здесь помощь. Куда? Галя пишет, загуляя в общину, доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки отца Якима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. То есть деньги есть, но все это по совету будет, и сейчас они там получают. Вита Голеоне какой-то. Что такое? Это не имя, не поймешь. Голеоне. Доброе время суток, Игнатий Тихонович. Сразу опишу себя, чтобы вы знали. Я, гностик, человек науки. Но вас я уважаю очень искренне. Не нужно быть верующим, чтобы уважать верующего. Я прекрасно понимаю все аспекты. В своей вере вы настоящие искренние, а не как лжецы в церквях. К чему я, Игнатий? Мой дедушка 1925 года рождения. Верующий человек. Жидецкий Владимир. Он прошел войну. И сейчас у него развивается старческая деменция в прогрессии. Деменция. То есть оскудение в разуме. И что человек делает? Желайте ему веры, чтобы ему было спокойнее принять судьбу. Я вас отблагодарю. Ну что, сразу я его записал в поминальник, стал молиться. Вот и молимся. Я пишу, да благословит Господь Владимир. И дальше. Псалом 79 стих. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. К Богу молитва. И 70 стих 18. И до старости, до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему, и всем грядущим могущество Твоего. Вот я все еще не возвестил до конца, и поэтому, может, Бог дает и жить столько. Псалом 91, 15. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Исайя 46, 4. И до старости Вашей я тот же буду. И до седины Вашей я же буду носить Вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять Вас. 2 Камаковейская, 6, 27, 28. Посему мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я явлюсь достойным старости. А юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Серахов, 4, 12. Сын, прими отца Твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом деменция. Имея сисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы Твоей. Ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи Твои, благосостояние Твое умножится. В день скорби Твоей воспомянется о Тебе, как лед от теплоты разрешатся грехи Твои, оставляющий отца тоже, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Серахов, 9, 7. Не пренебрегай человеком в старости его, ибо и мы стареем. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самой враждебной Тебе. Помни, что все мы умрем. 26, 5. Серахов, чего не собрал ты в юности, как же можешь приобрести в старости Твоей? Как прилично сединам судить и старцам уметь давать совет. Как прекрасна мудрость старцев, и как приличный людям почтенам рассудительность и совет. Венец старцев многосторонняя опытность, и хвала их страх Господень. Теперь вчера я сделал обращение одно, везде разослал. Ну, еще кое-где пошлю. Обращение просьбы ко всем, кто пожелает помочь ради Христа Иисуса. Кто мог бы узнать, где служат эти люди в Москве, и записать там момент причащения, и охватить съемкой все пространство в храме с торговлей. Это займет не более 7 минут. В храме Христа Спасителя, у отца Георгия Кочеткова, у отца Александра Бориса, в новой деревне, где служил отец Александр Мень, у отца Дмитрия Смирнова, у отца Андрея Ткачева, в храме, где мощный Сергий Радонежский, особенно важно заснять утром, когда семинаристы прикладываются к мощам, в храме, где служил отец Данил Сысоев. Хорошо бы сделать это же там, где до ухода служили отец Глеб Якунин, отец Дмитрий Дудко, где была Зоя Крахмальникова, отец Кирилла Сахарова, Кирилла Наберсеневки. И после пересадить мне сюда по скайпу. 12 мест. Лидия мне пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, объясните, пожалуйста, вашу идею. Зачем нужны эти записи? У меня есть один знакомый, профессиональный фотограф, и до последнего дня близкий друг отца Глеба Якунина. Надеюсь, он бы мог оказать вам помощь. Я говорю, не снимки нужны, а видеосъемки, видеоролики. Не фото, а именно видео. Для истории, для благовестия, для истинной евангелизации. Прошу помочь. Из этих малых видеороликов сделать несколько больших, ничего из них не убирая. Просто необходимо увидеть реальность нашего сегодняшнего положения. На какой версте мировой истории мы уже находимся. Сравнить все во свете Святой Библии с тем, что заповедано нам Духом Святым. Увидеть то, что отсутствует у нас православных, для обращения душ ко Христу. Наше положение не просто плачевно сегодня. Окажется, что бесповоротно выжжено, равное деяниям апостолов в самом сознании, что вот мы и есть самые истинные во всем храмовом. Здесь же сможем увидеть, с чего же начать дело пробуждения и возрождения. Сначала нужно узнать всех указанных 12 адресов и время литургии. И одновременно по разным местам пойти и поснимать на видео. Вот такое мое объявление. Марина пишет, это которая у нас была. Мир вам, Игнатий Тихонович. Прошу вас, помолитесь обо мне, грешный. Я ушла с пекарни, так как условия работы оказались морально невыносимы для верующего человека. И зарплата очень маленькая. Сейчас я активно занимаюсь рисованием, чтобы заработать. Недавно состоялась встреча с отцом моего одноклассника. Он занимается подбором людей для работы в Германии, по уходу за пожилыми людьми. Предложил мне, я посоветовал с батюшкой. Он сказал один раз, можешь съездить, но ненадолго. Работа на три месяца. Если Богу будет угодно, то поеду. Сейчас не могу дозвониться бывшему начальнику с пекарни. Он не отдает деньги мной заработанные и не берет трубку. Не знаю, как дальше действовать. Либо идти в управление по защите труда, либо забыть и простить должникам нашим. «Полагаюсь на Господа, боюсь отойти от Бога, хоть на микро шажок. Всегда хочу пребывать рядом с Ним, а все остальное пусть будет так, как Ему угодно. Он лучше знает, как для меня лучше. Слава Иисусу Христу! Помолитесь о нас с Аполлинарией-то. Да благословит Господь у вас и ваших родных и близких. Я отвечаю, батюшка дает вам хороший совет относительно невыданной зарплаты. «Обратитесь к Нему, чтобы Ему Бог положил на сердце дать истинный ответ. И чтобы вы без сопротивления с Ним согласились. Если на этом согласны, то об этом и будем молиться. И о том же и вы помолитесь». Ну, она поблагодарила. Дьякон Андрей Кураев пишет. «Как посидел митрополит Иоанн Снычев. По его рассказу, с первой сединой он вышел из комнаты, где принимал исповедь своего авуа, митрополита Мануила Лемешевского. То есть, видимо, рассказал, кого он заложил, кого предал. Полагаю, была затронута тема сотрудничества Мануила со спецслужбами. Были люди арестованы на основании его показаний. С конца 20-х годов он являлся секретным сотрудником ГПУ, а потом НКВД. Это сотрудничество не спасло его, не спасало даже от арестов. И всякий раз, выходя на свободу, он панически боялся снова оказаться в лагере. Этот страх побуждал его предавать людей, и он ужасно страдал от этого, будучи глубоко верующим священнослужителем и аскетичным монахом. Десятилетиями он жил в страшном внутреннем противоречии, когда к нам обратились с запросом о его канонизации, и мы начали исследовать этот вопрос, канонизировать его, для нас стало большим потрясением то, какие доносы он писал, мечтая только об одном – не быть арестованным в очередной раз. Вы знаете, это было настолько тяжело, что ничего, кроме сострадания к нему, мы не испытали. Для нас это открытие было совершенно неожиданным, потому что авторитет митрополита Мануила для любого церковного историка был безусловен. Как тут не вспомнить финальную реплику из фильма «Дети священника». Там один священник отказывается от исповеди своему коллеге со словами, «А что толку в том, что мы прощаем грехи друг другу?» А перевели до Дятлов, я вот так написал, самый полный ответ на нашем форуме, вот он где. Их погубили бесы. Мне пишут. «Сделайте короткий звонок, передайте привет от меня из Америки и попросите электронный адрес». Мы общались, когда еще не был так активен компьютер. Он был профессиональным фотографом в патриархии, а теперь прекрасный видеооператор. С отцом Александром Менем и отцом Глебом Якуниным учились вместе в пушном институте и с тех пор дружили. Надеюсь, он здравый и активен. Всегда держится на дистанции от новой деревни, где служил отец Александр Мень. И отец Александр Борисов, поэтому, надеюсь, захочет вам помочь. А знаете ли вы, что дом-музея отца Александра Менем закрыт? Я говорю, нет. Теперь новый материал дали. Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни. Если вы начали ходить медленно, стоит пройти обследование. Исследования какие? Вот он, как шагает человек. По скорости ходьбы можно с довольно высокой степенью точности прогнозировать приближение смерти, говорит доцент отделения био-кинефизиологии и физической терапии. Университет Южной Калифорнии Кристина Дьеле Конрайт. Как говорится в пресс-релизе университета, Дьеле Конрайт и ее коллеги специализируются на изучении того, как физические упражнения влияют на здоровье женщин, переживших рак груди. И скорость ходьбы – один из показателей, на которые ученые обращают внимание. Я бегал на работу, а там через линию перепрыгивают. Там, я не знаю, ну, может быть, там семь этих железнодорожных путей перескакивают. Я все время бегу. И как-то меня рабочие спрашивают, кричат, говорят, вы шагом-то умеете ходить? Я тут шел как-то с Макаром Сергеем Сергеевичем. А он, кажется, моложе меня. А может быть, и нет. С Лобни, Лобни там, корреспондент приезжал. Ну, идет так тихо. Я говорю, ну, чего ты так идешь? Да, старик, да ну, я не... Я говорю, давай так, ты иди как хочешь, а я как могу. Я пойду вон до того столба, там, столба в пять впереди, видать, далеко. Вот около него я остановлюсь и не оборачиваюсь. Как ходил тогда, его нету, и я пошел. Дошел, обернулся, он почти наполовину от меня отстал. Вот и все. Ну, тут нельзя ничего говорить. Это внутри человека. Как показывают исследования, чем быстрее человек ходит, тем лучше его здоровье и наоборот. С ухудшением состояния, связанным с тяжелой болезнью или же с курсом лечения от нее, силы уходят, и человек начинает медленнее ходить, пояснила Диэли Конрайт. По ее мнению, оценивая текущее состояние здоровья пациентов, особенно пожилых, врачи должны не только смотреть на показатели артериального давления или на индексы массы тела, но и на скорость, с которой люди передвигаются. То, как человек ходит, также помогает определить его биологический возраст, который может быть меньше или больше хронологического. Если вы заметили, что стали ходить значительно медленнее, чем прежде, стоит обратиться к врачам и пройти обследование, так как это может быть первым сигналом о том, что организм поразила тяжелая болезнь, подчеркивает Диэли Конрайт. Считайте также, какие выводы можно сделать о здоровье человека. Сколько я вам говорил? Всегда. Все идут тянутся, лет 30 назад уже говорил, черепашки. И дальше. Здоровье сердца можно предсказать по силе рукопожатия. Такую диагностику назвали простой и доступной. Результаты исследований специалистов из Университета Королевы Марии и Оксфордского университета Великобритании опубликованы в журнале PLOS ONE. Ученые сравнили силу рукопожатия и данные МРТ с 4654 людей и пришли к выводу, чем сильнее рукопожатие, тем лучше работает сердце и ниже риск сердечно-сосудистых болезней. Испытуемые прошли обследование дважды с интервалом в 6-7 лет. Были учтены все факторы, которые могут повлиять на результат. Уровень физической активности, изменения в мышечной массе и так далее. И выяснилось, что у людей с крепким рукопожатием сердце менее массивное, при этом за каждое сокращение оно прокачивает больше крови, а значит снижается риск проблем с этим органом. Измерение силы рукопожатия может стать простым и доступным методом выявления людей из группы высокого риска сердечных болезней и предупреждать инфаркт. Предупреждение инфаркта отметил один из авторов исследования Стефан Петерсон. О том, что по силе рукопожатия можно судить о состоянии сердца и здоровья в целом, мужчины говорят уже не первый раз. Я стихотворение всем послал вчера. Псалом 121-7. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Эпиграф. Притча 25-28. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. У меня все стихотворения были по 9 куплетов. Вы слышали, что стены помогают в своем дому, когда в нем все едины? И город защитится от поганых, когда вокруг натыканы им мины. Стена в застенках – это не про нас, хотя мы там наматывали срок. Но и во внутренней темнице Бог нас спас. Не сам же я те беды превозмог. Стена непонимания разделяет один народ от остального сброда. Так понимают все израильтяне, благодеяния обильные им отроду. Но вдруг стена Ерехона навзничь до основания вздрогнула, качнулась. Ни девочка там не спаслась, ни мальчик без выстрела и без единой пули. Бог Егова приговор свершил над теми, кто за каменной стеною. Стратеги вражеские были хороши, а ныне под развалинами воют. Бог нам стена. Все стены разрушает, соединяет прочих с иудеем. Так слушайте не только лишь ушами, а сердцем. Во Христе мы все сумеем. Мы за Христом, за пазухой, за стенкой. О бедах легче с верой толковать. Все остальное временно и тленно. Крест увидав, поганый сгинет вспять. Теперь вы знаете, что Иисус – стена. В апокалипсисе измерены те стены. Душа из-за стены не выходи одна. Броней веры пусть Христос оденет. Сектанские плетни и городьба смешны убоги, от дуновения рухнут. Где гордый тир, там сушит сеть рыбак. От стен гигантских не осталось слуха. 15 августа 2006 года. Эпиграф. Псалом 61.4. Да коли вы будете налегать на человека, вы будете незринуты все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Вот про стену есть у меня, про пол, про потолок, про свет в избе. Ну, нет ничего, о чем бы не написал я. 3467 стихотворения. Мне это интересно. Какое видение. Вот стена, сколько о ней? Во свете Библии. Галина Влеска. Да, Игнатий Тихонович, как важно человеку научиться управлять своим духом, взращивать участок деятельности Бога в своей душе. Аллилуйя. Слава Богу Иегове. Молимся всех благ вам, заботливый и дорогой наш Отец, в духе истины Христовой. Один получил книги Средненградской области, Игорь, я прячу его. Да, говорит, всего активные получили мои книги, использовались ваши труды на собрании по изучению Библии. Вот так. Еще сижу целый день, много очень вчера занимался, делал вбросы во все ролики, какие встречались про Дятлова, который 9 человек, и они мне ровесники. Одногодки. Я и знаю, что это за люди были, я же не дома сидел, учился. Вот. Так. Ну и вот, да еще себе кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Щетки про это поставил о щетках. Ролик уже больше тысячи посетила. День-то и прошел. Даже дня не хватает. Вот теперь я покажу на наши ресурсы, мой мир, вот я люблю его. Вот я тут залез, пришел с матерью рядом. Малышок. Лезет сосать охота ему. А она ушла. А он остался тут один. Вот тоже пока смотрел, это мое время, оно уходит. Вот здесь в моем мире легко переписываться. Где я с голубем, там не надо, там просто дубль дают и все. И вот наш православный форум Игнатия Лапкина. Более до 1602 темы. Темы вот вчера сколько, 248 человек пришло. Это у нас хорошо считается. 248, то есть я нигде не был, сижу дома. Ну и вот сегодня ночью встал, поставил. Вот. Вот все-то тут заглохло, не получилось. Ну что ж такое. Сейчас посмотрим. Тот отключила нас система, видать. Вот и как показываю, и нету. Что такое? Вот не открывается, и все. Видишь как. Что это такое? Не знаю. Сейчас посмотрю, обновится или нет. Обновляет другие. Так. А что же это-то? Ну вот это-то, да. Вот начинает отрабатывать. Ну, протяни. Показать. Вот оно вышло. Слава Богу. Вот. Сегодня Германию я поставил, тут беседовал с одним. 229. Это 4 часа назад? 4 часа. А сколько же сейчас времени у меня? 5 часов 55 минут. Вот уже 4 часа. Ну, 5 часов, 6, допустим, почти. А тут написано 4 часа назад. Это в 2 часа я, 2-х я не было еще. Вот, перед занятием, после. 223 часа. А вот уже сутки-то прошли вчера. Вчера ставил лестовки четкие. Нужны ли при молитве в духе истине? 1248. Вот уже как увеличивается сразу. Вот, говорит, вот. Слава Иисусу Христу! Бог в помощь, спаси Христос. просит благословения сестра. Батюшку ожидает Татьяна Кузьминейшина, старшая сестра Поросвор и Печь. Вот. Благослови Господи. Ну, и очень большой православный библейский сайт. Ну, на этом сегодня все. 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 Продолжение следует...